Ладно, хорошо. Я рад всех приветствовать в Переславле в очередной раз. Рад, что нас все больше и больше становится. В этот раз вообще что-то очень много. Это замечательно. И речь пойдет сегодня о нынешнем состоянии свободных лицензий в тот непростой период, который мы все с вами сейчас доблестно переживаем. То есть, когда мы говорим о любом учреждении, организации, высшей школе и так далее, всегда при использовании программного обеспечения встает две задачи в лицензионной политике. То есть, с одной стороны, вы все используете в своей повседневной работе некий софт, как правило, в виде какой-то инфраструктуры, и какое именно программное обеспечение, под какими лицензиями выбрать, это всегда достаточно важный и политический, и экономический вопрос. И параллельно, если у вас организация сама выпускает некий софт, то возникает второй вопрос, да, а под какой же именно лицензией выпускать то программное обеспечение, которое вы разработали. Ну, мы сегодня говорим о высшей школе в первую очередь, да, и вы все знаете, что традиционно для высшей школы характерны открытые лицензии, ряд этих лицензий, таких как МИД, БСД, они и зародились в высшей школе американской, как именно способ лицензирования продуктов творчества сотрудников этих высших учебных заведений. Ну, в России у нас, в общем, в меньшей степени существует в высшей школе приверженность к открытому программному обеспечению, но это открытая, отдельная тема, достаточно большая, почему и как. Сейчас мы говорим именно о тех случаях, когда мы планируем использовать свободное программное обеспечение. И сейчас, вот я, вы знаете, кто меня знает, я бизнес-аналитик, и занимаюсь в том числе и стратегическим анализом, за последние где-то вторую половину года нас просто завалили вопросами, ну, вообще, что будет с лицензиями любыми, да, и проприетарными, и свободными. Вот мы, там, купили лицензионный софт, а вот, там, а они ушли, а нас оставили, да, и целый ряд вопросов, а что же вообще будет со свободным программным обеспечением, что будет с теми лицензиями, которые мы за последние, там, 25-30 лет все привыкли пользоваться. Ну, и вот попытаемся немножко разобраться в нынешней ситуации, да. Ну, во-первых, я начну с того, что любой цифровой контент, да, какой бы он ни был, он огружен огромным количеством мифологенов. То есть их множество, это отдельная крайне интересная тема, как вообще эти мифологемы создавались, как на них паразитируют. Но сейчас мы говорим именно о свободном программном обеспечении, именно как мифологеме. Если вы спросите человека, даже не очень далекого от мира программного обеспечения, он вам скажет, что свободный софт – это нечто, написанное бородатыми мужиками в свитерах, там, а-ля матрица, там, заваленная какими-то разломанными гаджетами комната, сидит человек с красными глазами, там, тыкает в клавиши, там, что-то вот они такое пишут, и это вообще все такое достаточно стремное, там, в общем, где-то там близкое, там, к уголовке и так далее. В общем, это такая мифологема, да, на самом деле, если для отцов-основателей нашего движения идеи свободного программного обеспечения были действительно, там, флагом и так далее, то они давно уже превратились в инструмент. Эта мифологема, она не действует. Сегодня свободное программное обеспечение, свободные лицензии – это один из способов производства, распространения коммерческого программного обеспечения, приносящего, в общем, солидный доход, и активно используем всеми, кто умеет извлекать из этого прибыль. Ну, в качестве примера я покажу вот такую табличку. Вот тут в конце года ядро 6.1 вышло, да, ну, проанализировали трудозатраты, а кто это ядро писал? Ну, вот можете посмотреть, да. На первом месте у нас Huawei, да, не имей 100 рублей, а имей Huawei, Intel, Google, ну, и далее по списку, да. Есть тут некоторые неизвестные в количестве 7,9%, и еще есть некоторые, которых просто нет, которые не указали, где они работают. Их 4%. Вот, в общем, количество бородатых мужиков, которые приняло участие в создании последнего ядра Linux, да. Все остальные, как вы видите, ну, знакомые все лица. Вот, а если мы начнем анализировать этих самых неизвестных, окажется, что они-то на самом деле там все известны. Только по каким-то причинам в финальный релиз кода не вошло место их постоянной работы. Ну, не указали, или там накладки какие-то произошли. То есть, в общем, как вы понимаете, свободное программное обеспечение делают те, кого еще лет 15 назад мы хотели со света сжить, а не нас хотели со света сжить, если кто работал в это время, помнят эти виндовые войны там, и так далее, и так далее. Вот ситуация. То есть, это сегодняшнее свободное программное обеспечение, которое по большей части производится крупнейшими проприетарными корпорациями, и, в общем, их на этом рынке становится все больше и больше. Поэтому, вот этот слайд, я его часто показываю. Если мы берем с точки зрения не идеологии, не мифологем, а если мы смотрим с точки зрения бизнеса, с точки зрения бизнес-аналитики, то сегодня свободное программное обеспечение это коммерческое программное обеспечение с некоторыми особенностями лицензирования. Сегодня мы знаем, что совокупная стоимость владения свободного программного продукта, она всегда меньше, чем проприетарного, как минимум на стоимость лицензии. Но одна из мифологем, что свободное программное обеспечение бесплатно и ничего не стоит, это тоже миф. Любое программное обеспечение в своей эксплуатации стоит, но весь вопрос сколько. Что существует значительное количество проверенных временем и рынком методом монетизации свободного программного обеспечения. Последний пункт я с него начну. Как показали последние исследования и беседы с представителями крупных корпораций, есть вещь, о которой никто не говорит, но которая существует. Сегодня свободное программное обеспечение осталось единственным эффективным средством межкорпоративного обмена знаний. То есть в условиях, когда все запатентовано, все закрыто патентами, ничего не публикуется, на каждом углу ловят коммерческих шпионов. Вот свободное программное обеспечение это такой способ обмена знаниями, который, я вас уверяю, существенно превосходит любой тематический научный журнал. И это, в общем, если возвращаться к проблеме высшей школы, это тоже интересная тенденция. А зачем использовать высшей школе свободное программное обеспечение? А затем, что она несет в себе огромный потенциал научных знаний и современных представлений о том, что происходит в отрасли. И что важно, что свободное программное обеспечение не противоречит ни авторскому, ни патентному праву, а базируясь на них, предоставляет пользователю наименее обременительную реализацию прав автора произведения. Поэтому я перейду к тому, что вот что происходит в нынешнее время. Надо понимать, что свободные лицензии могут работать только в условиях определенного правового поля, где существует само понятие лицензии и где присутствуют механизмы принуждения самого разнообразного к ее исполнению. Вот это шпага Воланда, чтобы был свет, если бы не было тьмы. Так и со свободными лицензиями. Да, это антитеза, но это антитеза лицензии. Если у нас исчезает понятие лицензии, исчезает понятие и свободных лицензий. И это важно, потому что сегодня мир переходит к автарке. Это неизбежность. Что такое автарки? Это некое изолированное сообщество. Существуют там экономические, политические, юридические автарки. Ну, полных автарки не бывает. Часто приводят пример Северной Кореи, как полные автарки. На самом деле, конечно, неправда. Корейцы там не на необитаемом острове живут. В общем, они вполне себе общаются с внешним миром. Но некоторые барьеры, некоторые ограничения, они появляются. Их становится с каждым днем все больше. Это неизбежность, которую следует учитывать нам в своей работе. Нас сегодня интересует автарки юридическая. Разрывается понятие единого правового поля. И если буквально 3-4 года назад вы могли принудить человека, живущего на другом конце земного шара, к выполнению ваших лицензионных прав, то сегодня вы сами понимаете, что во многих случаях это будет сделать крайне затруднительно. То же самое верно и в обратной стороне. Если там несколько лет назад вас могли потащить в какой-то европейский суд за то, что вы неправомерно использовали чье-то программное обеспечение, что сегодня вас никуда не потащат. И возникает вопрос, ну и что делать в такой вот веселой ситуации. Возникает самый простой ответ на этот вопрос. Но мы к нему сейчас вернемся. Я хочу сказать только две вещи. Что юридическая автарки в России, ну, во-первых, надо понимать, что в России свободные лицензии и их исполнение всегда носило некий джентльменский характер. За последние 15 лет можно найти, наверное, чуть больше десятка судебных процессов, где бы вообще фигурировало слово свободная лицензия. И только одна из этих историй дошла до конституционного суда и так далее. Это при том, что в Соединенных Штатах или в Европе процессы, связанные со свободным лицензированием, исчисляются тысячами и десятками тысяч, на самом деле. То есть для нас вот этот разрыв правового поля для разработчиков, он, в общем, мало что изменил. Ну да, мы и раньше эти лицензии восполняли. Если кто-то их нарушал, ну мы его там пинали всем сообществом. То есть в суд его не тащил никто. Так как-то все решали, что называется, по-дружески. Ну и эта ситуация для нас осталась. И у нас есть огромный опыт 80-х, 90-х годов. Ну тут я вижу в зале людей, которые в то время, видимо, уже работали в отрасли. Да, все помнят, как к нам хлынули эти IBM PC совместимые компьютеры, софта, к которым не было. И такие чудеса были, то есть тащили все, что можно. Вот я тут недаром вывесил заставку Ребуса. Помнит, наверное, кто-то, это была предтеча всех X-Base совместимых систем в России. А что это был такой Ребус? Это был D-Base 3+, компания Ashton Tate, который народные умельцы из одного института русифицировали просто путем правки бинарного файла. То есть даже не дезассемблировали, просто в бинарном файле поменяли английский на русский. Но тогда появился определенный опыт. И этот опыт сейчас, я думаю, будет крайне востребован. Хотя есть одно существенное отличие. Во-первых, тогда в стране не существовало, вообще в мире не существовало свободного программного обеспечения. Тогда, в общем, все, что нам было доступно, было так или иначе проприетарным. То есть, в общем, для нас эта ситуация, она достаточно серьезная, но, как в том анекдоте, это беда, но не катастрофа. И первое, что возникает у всех людей в этой ситуации, когда рвется правовое поле, ну что, свобода. Все пираты становятся каперами. Вот у нас есть закон Республики Беларусь от 3 января 2023 года. Все, ура, свобода. Если в 2019 году в Республике Беларусь было порядка сотни судебных процессов с приговорами за нерицензионное использование различного цифрового контекста, то сейчас, типа, пожалуйста, грабьте все, кому можно и нельзя. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это путь в никуда. Да, можно утащить какой-нибудь фильм, можно утащить какую-нибудь игрушку поиграться, да, но если мы говорим о серьезной инфраструктуре, даже в среднесрочной перспективе использование нелицензионного ПО – это путь в никуда. Тем более, если компания-разработчик еще и прекратила полную языковую поддержку и так далее, и так далее. Поэтому грабить, конечно, можно, но не нужно. И это, в общем, по-моему, всем понятно, хотя я частенько сейчас сталкиваюсь. Да что там, что мы там взяли, все это сейчас, все это ничего не стоит, мы это берем, там с торрентов утащили. Но вы понимаете, да, что результата никакого из этого не будет. И что требуется, да, ну мало сказать, а мало сказать, мы используем свободное программное обеспечение. Надо понимать, что кроме свободной лицензии, когда вы выбираете свободное ПО, должны быть явные признаки технологической свободы. То есть мало того, чтобы было это программное ПО, надо еще, чтобы им можно было пользоваться. У всех на слуку недавняя история с ГИТом, который Microsoft закрыл для России, да, у всех, наверное, на слуку история там с андроидом, который вроде как свободный, но вот там Huawei попал, когда Google отказался предоставлять ему свои сервисы. И, в общем, вся свобода андроида на этом и закончилась. То есть, если вы выбираете сегодня свободное программное обеспечение для создания своей инфраструктуры, то вы должны четко представлять, что технологическая свобода этого программного обеспечения будет соблюдена. Самый простой способ – это использовать программное обеспечение отечественной разработки. Слава богу, на сегодняшний день мы в России имеем несколько мощных команд, которые разрабатывают платформы, которые имеют репозитории, в том числе у нас есть репозиторий CZIF, который стараниями Altlinux Team и компании Bazalt. Вот один из крупнейших репозиторий в мире, да, и им можно пользоваться, и здесь ваши технологические свобода никаким образом ущемлены не будут. И это вот как раз второе – это наличие развитой отечественной инфраструктуры. Она должна быть, иначе вы рискуете попасть в ситуацию, когда свободный код останется просто строчками кода, и пользоваться вы им не сможете. И третье, что очень важно, у любого свободного программного продукта, которое вы выбираете на отечественном поприще в нынешних условиях, должны быть признаки самостоятельной разработки. То есть у нас, к сожалению, достаточно большое количество программного обеспечения, которое выдается за отечественное, но ничем отечественным, кроме смены вывески, там не пахнет. Это вот а-ля тот ребус, который я показывал, где просто-напросто экранный вывод был заменен. Сейчас даже этого не делают, потому что русский язык поддерживается большинством разработчиков. То есть нужен некий анализ при выборе свободного программного обеспечения в современной ситуации. Но у нас, слава богу, сейчас Минцифра представляет из себя вполне вменяемую организацию. И вот мы имеем то, что мы имеем. Вот 10 октября, кто этого не знает, вышло вот такое постановление с таким длинным названием. Я его так ни разу до конца и не прочитал. Но, в общем, это очень интересная инициатива. К этому постановлению прилагается некая программа развития открытого программного обеспечения в Российской Федерации. Я всем, кто занимается свободным программным обеспечением, советую с этим постановлением познакомиться. Кто еще не познакомился, оно, естественно, опубликовано так, как положено. Там, да, к этой программе развития есть некоторые вопросы. Но, в принципе, достаточно вменяемый, интересный документ. И вот мы возвращаемся к тому, что, а нужна ли нам российская GPL? Ну, вообще вопрос о российских лицензиях на свободное программное обеспечение, он возникает неоднократно. Причем это очень интересно. Я очень много лет занимаюсь аналитикой вот на изгибах, так сказать, истории. В 98-м году этот вопрос еще первый раз я услышал, возник, ну, кризис был. В 2008-м, в 2014-м очень долго и много обсуждали, что давайте мы сделаем российские свободные лицензии. Но как-то потом ситуация рассосалась после Крыма, и все про это забыли. Сейчас этот вопрос, видимо, созрел окончательно. Ага. Вот. Действительно, нам нужны свободные лицензии российские. И одна из таких лицензий, она, правда, не капиллефтная, но она вот в этом самом постановлении опубликована, достаточно интересная лицензия. Можно ее посмотреть. И что нам остается делать? Да, ну, мы должны продолжать использовать свободные лицензии в том виде, в котором они существуют, ну, столько, сколько это можно будет. Я думаю, что это можно продолжать делать, и никаких угроз того, что свободные лицензии куда-то испарятся, сегодня не существует. Да, назрела необходимость в создании свободных лицензий. Причем, ну, вот одна она сделана, ну, нужна и GPL, и другие лицензии, то есть их должен быть пакет. Есть такая штука, как двойное лицензирование, его, конечно, надо использовать. Ну, и самое главное, это наращивание собственных разработок на базе использования. Спасибо. Да? Вопросы, если есть, пожалуйста. Спасибо большое, Анатолий. Тема очень интересная, коллеги. Два слова буквально. Вот, как бы Анатолий рассказал про так называемый ГОЛ, государственная открытая лицензия, да, это самое. Ну, я, честно говоря, был не то чтобы ее реальным противником, но я в нее совершенно не верю, вот, может быть, я ошибаюсь. Но вопрос в том, что я пока не видел ни одного продукта под этим ГОЛом, а когда его продвигали, то ссылались, в частности, на европейскую открытую лицензию, которая сейчас, вот, по-моему, вторая версия ее существует, она очень давно. Но если вы поинтересуетесь, какой же софт из того, который реально вы используете или используют ваши друзья, выпущен под этой лицензией, она признана, это самое, WSI, да, то есть все это самое, то вы, в общем, а ей много лет, да, то вы, как бы, такого софта практически не найдете. Ну, это, в общем, дискуссионный момент, не будем сейчас. Не, я просто одно слово скажу, во-первых, по поводу заду начну, во-первых, по поводу европейских лицензий, под ней, кстати, лицензируется достаточно много продуктов, которые выпускаются на деньги Евросоюза. В частности, ну, есть неплохой медицинский софт, который выпускается, мы в ковид им пользовались. Другое дело, что, как бы, ну, да, это такая вещь в себе, и вообще, вот, понимаете, до тех пор, пока мы не сорвались в штопор в этих автарки нарастающих, конечно, смысла никакого создавать какие-то локальные лицензии его просто не было, потому что GPL, она работает по всему миру, да, и чего бы ей не пользоваться, и она всех устраивает. Мы много лет говорили про то, что надо бы ее на русский язык юридически перевести, да, в конце концов ограничились тем, что сделали статью в Гражданском кодексе, и даже переводить ничего не стали. Но сейчас ситуация, потребность возникнет. Дело в том, что, к сожалению, GPL как раз многих не устраивает, и именно поэтому появляются всякие голы, там, и так далее, то есть, вот, там, как раз, как бы, смысл был в том, что GPL... Ну, да, она не эта гола, она не кабелевтная, да, я про это и сказал. Да, она не кабелевтная, не близко. Да, да, ну, хорошо, надо сделать, на мой взгляд, надо делать кабелевтную. Спасибо, вот, да, то есть, дело в том, что, вот, когда мы с Алексеем Владимировичем, ты сам, выступили в каком там году, 2003, по-моему, в Минэкономике, по-моему, да, Минэкономразвитие... Ну, и с третьим, да, с инициативой... Ваш, покой, что я тоже принимал в этом безобразии участия, да. Вот, с инициативой публикации работ по госконтракту под открытые лицензии, то мы предлагали, так сказать, как бы, публиковать под двойной лицензией. То есть, под КМФ на лицензии, ну, ЖПЛ, да, мы говорили, и от проприетарной лицензии, которая, так сказать, как бы, остается за разработчиком, чтобы разработчик, который, соответственно, так сказать, как бы, выполнял госконтракт, чтобы он мог вести свой бизнес с закрытым кодом, продавать его, там, и так далее. Ну, вот, в конце концов, как бы, это реализовалось таким образом. Посмотрим, что будет. Так, коллеги... Можно вопрос? Так, пожалуйста. Да, да, можно вопрос такой. Во-первых, вот вы сказали про JPL, что это свободная лицензия, но она же предполагает о том, что весь код будет публиковаться под JPL. Плохо вас слышно, ближе. Я говорю, JPL, вы предполагаете, что свободная лицензия. Вот, однако она же предполагает, что каждое программное обеспечение, выпущенное под лицензией JPL, должно публиковаться под лицензией JPL. То есть это уже не свобода. Вот. В этом плане и перенесим. Все, стоп. Определение свободной лицензии было дано. Читайте, слушайте. Все. Вы хотите отвечать на такой вопрос? Нет. Это, извините... Можно вопрос? Да. Вопрос такой, я здесь. Да, да, я вижу. Да, да, да. Как лицензировать сейчас? Если вот сейчас такой подход, получается, что лицензия, она сама на английском языке, официальный, ну, перевод на русский язык, конечно, есть, но сам перевод... Он не юридический, да. Вот какой сейчас, пока нет официального того, что предлагается, ведь это только эксперимент, ведь пока идет. Вот пока нет официального, как лучше лицензировать эти свободные программы обеспечения? У вас существует гражданский кодекс. В гражданском кодексе есть статья, в которой явно прописано, как это делать. Там просто написано в гражданском кодексе. Тем более, что гражданский кодекс после этого известного дела о составных произведениях, его в декабре прошлого года привели в соответствие с решением Конституционного суда. То есть сегодня он практически полностью соответствует тем требованиям, которые мы применяем к открытым лицензиям. Вы берете, читаете гражданский кодекс, пишете произвольный текст, который бы ему соответствовал. Ну, тут юриста надо позвать, такие существуют. И выпускаете под двойной лицензией. И GPL, и своей собственной. Понятно, спасибо большое. Так, все, 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 пожалуйста. Смотрите время. Поправочка, еще пять минут будет, если что, по времени, по таймеру. Можно, пожалуйста, вопросы все в микрофон, чтобы слышали их трансляции? Да, да, работаю. Говорите, говорите. О, теперь я слышу. Ну вот, вопрос очень простой. Правильно я понимаю, что проблема в необходимости, ну, условно, нашей отечественной лицензии свободной, причем нескольких, понятно, на разные варианты использования, она в первую очередь связана не с какой-то, не связана с тем неудобством, допустим, того же GPL, там некоторые формулировки неправильные и так далее, а связана именно с тем, что в ситуации нарастающей такой вот автортической активности именно, что общественное устройство склонно просто игнорировать лицензии, которые не укоренены в... Дело даже не в этом. Дело в том, что какое-то время назад, да, мы говорили о том, что GPL действует на территории всего мира. Ну да. То есть, если, например, вы нарушили GPL в Антарктиде, то я вас на острове Врангеля таки привлеку. Вас и решают пингвины. Да, тукель заслужу. Но сейчас ситуация такая, что мы не можем гарантировать исполнение этой лицензии где-то за территорией нашей юридической автарки, назову я это так. Но, по крайней мере, на этой территории мы должны обеспечить ее механизм, ее выполнение. То есть, получается так, что это такая страховка для нас, как для производителей свободного сайтара. Потому что у нас теперь нет шансов, у нас меньше шансов, что лицензия, действующая на всем земном шаре, будет действительно так делать. И мы должны озаботиться изготовлением целей, которые действуют в нашем... Да, и с другой стороны, вполне может возникнуть такая ситуация, при которой российский суд не примет к рассмотрению нарушения GPL только потому, что она на английском языке и формально не соответствует гражданскому праву. Да, 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 формально. Формально не соответствует... Речь идет о формальном соответствии. Да, понятно, спасибо. Пожалуйста. Вопрос, фактически, в продолжение только что прозвучавшего, да. Фактически, получается, что мы имеем несколько пробовых доменов, все более и более обозначающихся. Да, конечно. Насколько юридически в разных доменах возможно существование нескольких лицензий? Ну, это не препятствует. Такие лицензии существуют и сейчас. Вот мой коллега, когда начинал, он там говорил о каких лицензиях. Я, если вы видели мой доклад на предыдущей конференции, я говорил, да, есть совершенно экзотические лицензии, которые вроде бы как не противоречат требованиям свободного программного обеспечения. Ну, например, я знаю такую лицензию, которая позволяет этому софту использовать сток на территории Западной Вирджинии. Ну, да, да, вот я сталкивался с этим. Вот там один доктор написал программу, она, в общем, совершенно такая вроде как капилефтная, но там есть оговорка, что вот за этой территорией ее нельзя использовать. Как он предполагает себе соблюдение таких требований, я не знаю. То есть сейчас, понимаете, как ситуация такая, что могут быть самые разные изгибы юридические, и мы, в принципе, ну, должны быть к этому готовы. Ну, то бишь, у нас должна быть возможность обратиться в суд Западной Вирджинии. Ну, у нас не будет такой возможности. Поэтому мы должны обеспечить, еще раз говорю, исполнение лицензии хотя бы на той территории, которая нам под контроль. И для уточнения. Так, я прошу прощения, уже... Давайте в кулуарах, эта тема, по-моему, бесконечная. Ее можно очень долго разбирать. Вопрос два, вопрос первый. Это один вопрос, выберите один. Правильно ли я понял, что когда мы говорим о русской ГПЛ, мы говорим о лицензии, которая будет работать за пределами нашего государства, но в пределах контроля? Ну, там, где она будет работать, скажем так. Это никто не знает, как это пространство будет меняться. Предполагается ли, кроме ГПЛ, другие лицензии будет? Я же говорил, их должно быть то множество, которое бы покрывало все разнообразие свободного... Спасибо. Смысл не в том, чтобы какие-то лицензии выкидывать, имеющиеся? Нет, нет, ни в коем случае, об этом речи вообще не идет. Спасибо большое. Тема очень серьезная, я думаю, что в кулуарах еще можно будет... ...